Загляни в лавку rpgdon.com, купи серебро в Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Я сразу же помчался через всю пустыню, туда, к Валенсии, навстречу новым мобикам. Приехав, что я увидел? Монстры стояли довольно-таки плотно, но я сразу же огорчился тем, что они просто-напросто зелёные. Зелёные плюют со всякой гадостью, плюс есть ловушки, башенки и также есть в этих пачках стрелки. С моей атакой 230+, я их убивал довольно-таки долго. Они, наверное, умирают точно так же, как какая-нибудь элитка. Это типа взять тех же самых големов, на которых у меня снято видео, где с помощью сбора мы добываем точки плюс 15 заточки. Что касается самого спота, здесь есть два уровня. Первый уровень продемонстрирован на экране. Довольно большое количество монстров, тут даже ещё прибежало попозже два чувака. Бегали нам вполне хватало. Второй спот располагается совсем рядышком, есть пещерка. Спускаемся вниз и вуаля, те же самые мобы. Я думал, может быть, что-то интересное новое будет, типа там элитки какие-нибудь. А нет. Немного привыкнув к споту, я решил засесть час по опыту и по денюжке, что здесь получится. По истечении 60 минут, что-то, ребята, я приуныл. Спот оказался дерьмовеньким. Потому что за час всего нафармилось 2 миллиона итемами и совсем выпало мало точек, так как скорость убийства монстров очень слабая. Хотя, атака, по-моему, так приличная. Не знаю, зачем были завезены эти мобы, но, скорее всего, они под пробуждение. Ну и в дальнейшем, я надеюсь, здесь повысят их уровень. Они не должны быть зелёными. Оп, по опыту, здесь хуже в два раза, ровно в два раза, чем на Санилах. Это храм полумесяца Санилы, который под восточным базаром находится. Опять же, видео про него вы можете у меня посмотреть на канале. В данной локации падает новое ожерелье. Называется оно ожерелье Сичил. Стоимость его на аукционе сейчас 57 миллионов. И, как видите, было уже продано 51 штука. Что, по моим меркам, немало. И выбили уже столько. Ну, это как бы здорово, ребята фармят. Но зачем его приобретать и кому оно нужно, я не знаю. Потому что тут либо ты уходишь в деф, либо уходишь в урон. А если вы намерены соблюдать какой-то баланс между атакой и защитой, делать её более равными, то вы просто-напросто не сможете убить, быстро забурстить ДПС своего врага. Тем самым он вас откайтит и просто-напросто отхилится. И ПВП будет продолжаться и продолжаться. А на осаде, допустим, если ты наносишь урон, ты должен помогать своему тому же самому милитрейну. А милитрейн, в свою очередь, они вбегают во врагов и весь бурстовый дэмэдж ловят на себя. Поэтому они должны быть полностью в защите. Никакого не должно быть баланса. Так что, ребята, мой вердикт. Негодный спот пока что негодный. Даже те же самые свитки в Аленсийской дискотеке не падают. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал. Заходите к нам в группу ВКонтакте. Заходите на rpgdon.com. Там вы всегда найдете свежие новости и гайды по Black Desert. А также по другим играм. И еще есть у нас RPGdon TV YouTube канал. Где вас ждет много интересного. Ну и как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока!